В трампунктах Красноярска сегодня были большие очереди из-за нечищенных дорог. Горожане все как один жалуются на скользкие тротуары в городе. При этом то, что касается пешеходных дорожек, как в центре Красноярска, так и в его окраинах. Подробнее расскажем в сюжете далее. Рана раздула, так нога, как сына вымывала. Короче, больно. Упал, очнулся гипс. Такая история почти у каждого второго пострадавшего. В трампункте на Ленина сегодня было не протолкнуться. В коридорах медучреждения нет ни одной свободной лавочки. Красноярка Наталья говорит, пошла в магазин в центре города и упала. Тротуар был скользкий, как каток. Я так и не поняла, как я упала. Короче, там вот такой вот людок был, и моя нога туда. Так я упала. Потом подошел этот дворник мне, я лежала, дворник подошел, который скреб там. Поднял меня кое-как, ключ у меня вывел с переломом, и посыпал потом песком асфальт. Врачи-травматологи говорят, такого наплыва посетителей, как сегодня, не было давно. В основном это переломы, ушибы и растяжения. В связи с последними изменениями погодных условий, то есть гололюдом, снегопадом, естественно, количество обращений в трампункт больше. Очень много людей пожилого возраста, к сожалению, которые у нас передвигаются не так активно, как молодежь. Скользко сегодня на многих улицах Красноярска. Горожане осторожной поступью пробираются вдоль дорог. Чтобы не подскользнуться, людям приходится выбирать, куда ставить ногу. Местами на дорожках большой свой льда, из-за чего приходится обходить, чтобы не упасть. На Красрабе просто с ребенком шли, и тяжело было, потому что плохо было почищено. Был большой кусок льда намерзший, видимо, капает сверху, я не знаю. Вот подскользнулась и упала. Прекрасные дорожники, почисти, пожалуйста, тротуары в центре города Красноярска. Почему? Чтобы люди не скользили и не падали, потому что у нас коньков нет. Говорить о скользких тротуарах в отдаленных районах особо уже не приходится. Если гололед на главных улицах города, то в других местах и подавно. А это улица Вильского. Тротуар здесь не почищен, не подсыпан. Чтобы добраться до пешеходного перехода, приходится пробираться через сугробы. А это сложно молодым, не говоря уже о пенсионерах. Дорожники в свое оправдание говорят. За минувшие выходные с улиц Красноярска вывезли больше 500 камазов снега. Осложняют работу специалистов порывы ветра и переменчивая погода. Сегодня же в дневную смену было выведено больше 100 единиц спецтехники. Малейшие изменения погоды приводят к тому, что все приходится начинать сначала. Сразу весь город убрать невозможно. Поэтому всегда есть какие-то проблемные участки, на которые стоит обратить внимание. В оперативном управлении МКУДИП находятся только тротуары, относящиеся к уличной дорожной сети, либо в каких-то общественных пространствах. Но также у нас очень много тротуаров, которые находятся в междворовых проездах, либо на придомовых территориях. Чтобы специалисты побыстрее отреагировали на опасный участок, нужно обратиться в диспетчерскую службу городского хозяйства. Их номер вы видите сейчас на своем экране. Там вашу заявку зафиксируют и скорректируют график дорожников. Тем самым ваш звонок, возможно, убережет чье-то здоровье. Евгений Назарчук, Дмитрий Комаров, 7 канал.